Добрый вечер, присоединяйтесь быстрее. У нас сегодня очень важный эфир. Что-то у меня голос пропал, когда я к вам вышла вдруг. Добрый вечер. У нас сегодня очень-очень важный эфир, прям мега важный. Я знаю, что вы многие ждали его. Вот, поэтому собирайтесь быстрее. Добрый вечер, добрый вечер всем. Итак, для тех, кто меня не знает, напомню, меня зовут... Ну, вообще, в принципе, вы мои подписчики должны меня знать. Напомню вам, меня зовут Анна Богинская. Я писатель, знаток человеческих душ, автор известной трилогии «Жить жизнь». Я начала серию трансляций по вашей просьбе, по поводу развода, по поводу кризиса в отношениях. Мы несколько трансляций разбирались на эту тему. И у нас, я скажу даже больше, вы уже, эти видео доступны на YouTube, поэтому вы можете их пересмотреть, если вдруг вы не видели это видео. Поэтому, к чему я хотела сказать. К тому, что сегодня я обещала вам эфир, который мы анонсировали многократно. Это эфир с Екатериной Власюк. Это моя очень-очень близкая подруга. Но прочитаю вам ее регалии, что она на самом деле действительно правозащитник женщин, участник четырех реформ в сфере семейного права. И, кстати, вот этот известный закон о психологическом, экономическом насилии также был принят благодаря, в том числе, Екатерине. Член наблюдательного совета Ассоциации адвокатов Украины, лучший адвокат 2016-2018 года, входит в топ-5 лучших семейных юристов Украины. Автор известной книги «Развод. Исповедь адвоката». Вот, поэтому эфир будет сегодня крутой. Вопросов мы очень много. Я сегодня к Кате подготовила много вопросов, в которых она является профессионалом. Эти же вопросы, конечно же, базированы на ваших письмах, потому что наиболее часто те вопросы, которые от вас я получаю, в общем-то, я их решила озвучить публично для того, чтобы перестать отвечать 10 тысяч раз одно и то же в личку. Итак, если вы уже готовы, нас почти 200 человек, я тогда приглашаю Катю. Вот. Я приглашаю в прямой эфир. Надеюсь, все будет у нас хорошо технически. Почему-то Катерина отключила нас. Может, что-то не то нажало. Анечка, привет, здравствуй. Здравствуй, Катя. Добрый вечер. Добрый вечер. Знакомьтесь, это наша невероятная красавица Екатерина Власю, которая очень жесткий адвокат, но в жизни, когда с ней общаешься, она очень добрая и нежная. Поэтому хотела напомнить мужчинам, что ее профессия не имеет никакого отношения к ней как к женщине. Вот. А как адвокат она потрясающий профессионал. И я много раз рекомендовала Кате своих друзей, Катю своим друзьям. И знаю, что все были просто в восторге. Спасибо им большое. Я знаю, что ты занята, очень занята, несмотря на весь карантин, что у тебя есть и кейсы сейчас, и процессы, и много консультаций. И я очень-очень благодарна, что ты нашла возможность встретиться в эфире со мной, для моих бабочек, для моих подписчиков. Потому что для моей аудитории это важно, потому что, так или иначе, самая большая, основная масса моих читателей – это женщины, которые переживают очень непростые отношения, очень часто абьюзивные отношения. Не только, кстати, женщины, но и мужчины в том числе. Вот. Я хотела предупредить аудиторию, что мы сегодня будем работать, пока не ответим на все мои вопросы подготовлены. Если у нас займет это больше часа, то мы эфир закончим и сразу же присоединимся к следующему эфиру. Поэтому, Кать, спасибо тебе огромное, что ты решила нам выделить вечер. Аня, спасибо тебе за приглашение. Это очень важный эфир. Я думаю, мы действительно сегодня очень важную тему обсудим, особенно на карантине. И я очень рада твоему приглашению. Да. Первое, начну с самого главного, наверное, самого важного, что мне бы хотелось с чего начать. Это закон, который сегодня, несколько лет назад был принят в Украине. Этот закон принят во многих странах Европы. Этот закон принят на территории США. Этот закон, к сожалению, в России он пока не принят. В России пока за него только борются. Но я тоже верю, что это процесс времени, потому что слишком много подкручено к этому известных популярных женщин, личностей. И вообще всевозможных людей, да, экспертов для того, чтобы этот закон был принят. Это закон по поводу психологического, экономического, сексуального и физического насилия. Ну так случилось, что мы, ну как бы считается, очень многие женщины, они ошибочно полагают, они думают, что вот если не бьет, предъявить нечего. Так вот я хотела, чтобы ты рассказала об этом законе более подробно. И, конечно же, о тех кейсах, с которыми ты уже на сегодняшний момент работала. И сколько сегодня у тебя уже есть опыта в работе с этим законом. Этот закон действительно был принят не так давно. Он только начинает свою работу. Но уже есть сотни женщин, которым он помог. Закон гласит о том, что есть четыре вида насилия. Это действительно психологическое, экономическое, физическое и сексуальное насилие. Я начну с двух таких важных видов насилия, которые очень сложно пощупать. Это экономическое насилие и психологическое насилие. Очень сложно доказать наличие психологического насилия. И здесь без специалиста, без экспертного заключения психолога, у которого есть определенная квалификация, в которой общается с жертвой такого насилия, который может выявить это насилие и установить, что самая главная причина — следственную связь. По этому заключению психолог должен установить, что действительно есть конкретная жертва, что конкретные слова, конкретные действия, конкретное давление, понесло за собой психологическое давление, и с этим связаны определенные переживания. То есть психолог должен установить эту связь. На самом деле я здесь хочу сделать очень важный акцент, что очень важно, чтобы человек, который будет диагностировать женщину, чтобы он был специалистом именно по психологам, чтобы это был психолог, который может экспертную оценку дать, который разбирается вот в таких вот ситуациях. Да, все верно, потому что в Украине на самом деле таких специалистов не то, что немного, а единицы. И поэтому большинство женщин не знает о том, что можно сейчас доказать психологическое насилие. И уже в прошлом году мы были первыми, кто получил одобрение суда, и мы смогли доказать и установить связь, и наши клиентки были признаны жертвами в таких кейсах. Но на данный момент остается сложностью, потому что нужно пройти определенный путь. Не только заявить о том, что у тебя насилие, не только пообщаться с психологом, но и обратиться в полицию с определенным заявлением. И сроки очень сжатые. По сути, должно пройти три месяца. С момента, как было оказано насилие, до момента, пока дело зайдет в суд. Да, мы говорим о психологическом, о любом виде насилия. Да, о любом виде насилия. То есть не надо ждать годы, нужно сразу заявлять, потому что по ходу рассмотрения заявлений в полиции назначают, в основном это участковые, этими делами занимаются. Он должен иметь время пообщаться с жертвой, пообщаться с насильником, выписать протокол и отправить этот протокол в суд. А суд уже рассматривает этот протокол, изучает доводы сторон, приглашает на заседание тоже насильника и жертву и устанавливает, есть ли факт насилия. Если да, то тогда постановляет ухвалу, в которой написано, что факт установлен. Но мы понимаем, что может быть обжалование. Поэтому, к сожалению, не все женщины знают про такую возможность и не все женщины готовы дойти до конца. То есть объективно... Важно, я хотела сказать момент, что, например, в США, когда мы говорим о законе, об этой такой экспертизе, что там даже жертв, которых доказано психологическое насилие, не судят, если там было какое-то нанесение, то есть самозащита, или, например, даже было убийство этого насильника или абьюзера, который годами истязал в жертву десятилетиями, и потом в какой-то момент это закончилось плохо. Я вот, кстати, хотела напомнить бабочкам и вообще всем моим читателям, подписчикам, что если в голове промелькнула мысль, что я хочу, чтобы он умер, это та точка, когда нужно немедленно бежать. Потому что в следующий раз неизвестно, в какой момент может включиться ваш инстинкт, и это может закончиться очень-очень плохо. К сожалению, вот такие абьюзивные отношения, когда мы особенно говорим об отношениях с абьюзером, психопатом Хардовым, представителем темной триады, они заканчиваются, к сожалению, очень часто вот такими негативными, страшными историями, когда просто жертва в какой-то момент, извините, берет нож и перерезает горло, потому что она больше не может этого терпеть. Поэтому не думайте о том, что психологическое насилие никаким образом на вас не влияет. То есть каждый раз, когда вы переживаете эту травматику, в вашем бессознательном происходит определенный опыт. В какой-то момент на этой травме у вас может просто включиться инстинкт. Поэтому вот такие мысли, это уже ярый показатель, явный показатель того, что нужно из этих отношений убегать, уходить всеми способами. Хорошо. Это когда мы говорим о психологическом насилии. Разъясни, пожалуйста, более подробно. Для многих форма экономического насилия, они типа думают, что он там с меня деньги вымогает. Но расскажи вот именно об экономическом насилии. Это каждая, мне кажется, вторая женщина в русскоязычных странах испытывает так или иначе нечто подобное. Поэтому поясни, пожалуйста. Еще краткую ремарку хочу сказать в дополнение твоего тезиса. В Украине около 30 женщин сидят и не выйдут на свободу за то, что они убили своих сожителей или мужей, которые долгие годы над ними издевались. И также в Америке... То есть у нас женщина должна... Извините, в России статистика страшнейшая. 85% женщин, которые заключены по статье убийства, это женщины, которые переживали психологическое и физическое насилие. Вот это страшно. И в Америке, кстати, женщине не нужно 10 раз рассказывать о том, что с ними делали. У них есть определенные комнаты. Туда приглашают женщину. Она общается с психологом. Параллельно в соседней комнате за ней наблюдает судья и прокурор. То есть она один раз рассказывает только свою историю, и за это сразу идет ответственность. Касательно экономического насилия, это насилие связано. У меня забрали документы. То есть паспорт, свидетельство о рождении, документы на мое имущество. У меня забрали деньги. Либо я нахожусь в декрете, я воспитываю ребенка, у меня нету источника дохода. Мой сожитель, либо супруг об этом знает, и он прекращает меня финансировать. Либо я должна его отчитываться. Да, угрожает. То есть он хочет, чтобы я что-то делала. Орган-от-морганде тоже здесь является экономическим насилием? В идеале, да. Но у нас, к сожалению, пока это так не работает. И доказать экономическое насилие на самом деле непросто. То есть оно может идти в связь. Скрины, аудиозаписи, подтверждающие, что он забирает деньги, подарки, угрозы. Что является доказательством экономического насилия? В первую очередь, это если забрали документы, и жертва не может никуда обратиться, то есть ни в суд, ни в полицию, только с заявлением на потерю документов. И второй момент, это касательно того, если действительно женщина находится в декрете, и у нее нет возможности самой себя содержать. То есть наличие факта, что она в декрете, что она на полном обеспечении супруга, уже может являться доказательством того, что идет экономическое насилие. Но в Украине, на данный момент, у нас в стране, это в основном идет в связке с психологическим насилием. То есть отдельного чисто экономического насилия прецедентов таких пока нет. Но здесь еще очень важно, что я хотела сказать, что очень важно, чтобы была вот эта доказательная база, и большим аргументом является, если женщина не работает, либо женщина находится в декрете, особенно если женщина находится в декрете. Да, и эту всю доказательную базу нужно предоставлять тоже скрины, о которых ты говорила, записи телефонных разговоров, если есть, либо записи камер, которые установлены дома, либо диктофон. Это все тоже может являться доказательной базой. Еще вопрос у меня есть по поводу, давай сейчас пройдемся по всем видам насилия, что называется доказательная база, потом перейдем уже непосредственно, какие документы, какой порядок документов, сдачи, и каким образом это все делается. Пер, следующее у нас это сексуальное насилие. Давай поговорим о сексуальном, а потом уже о физическом. Раньше у нас было понятие изнасилования, и отдельно за это статья. Но очень редко открывали уголовные дела, если ты находишься с мужчиной в браке и заявляешь, что он тебя изнасиловал. На данный момент изнасилование в браке, принуждение к сексуальным утехам в извращенной форме считается отягчающим обстоятельством. Внимательно! Да, это отягчающее обстоятельство. Для этого нужно сказать, как минимум два раза нет. И было много дискуссий по этому поводу в интернете, но на самом деле теперь уклон следствия должен идти на то, что жертва заявила о том, что она не хотела полового акта, а насильник условно должен несколько раз переспросить и как минимум, то есть не брать расписку со своей жены, но как бы подкрепиться какой-то доказательной базой. По сути, обвинение должно строиться на том, что если я как женщина считаю, что у меня всё хорошо, я не иду и не заявляю в полицию. Если я заявила, это является как минимум фактом для того, чтобы опросить сторон, для того, чтобы разобраться, было ли насилие. И также обязательно в сексуальном насилии нужно делать экспертизу медицинскую, для того, чтобы можно было подтвердить факт. Потому что я, например, многократно читаю от женщин в письмах, что они считают, что если он её муж, то он может её насиловать, и ему за это ничего не будет. Так вот, на самом деле, если вы не хотите секса, никто не может вас заставить это сделать, иначе это будет статья и насилие. И это очень важно понимать, и тем более, если вас склоняют к каким-либо оргиям или чего-либо, к каким-то там вещам, которые вы не хотите делать, это тоже может явиться поводом для заведения дела. Абсолютно верно. Плюс это может усугубиться ещё давлением и экономическим насилием, и психологическим насилием. То есть если ты не будешь это делать, я тебя не буду финансировать, или дальше угрозы психологического характера. Хорошо. Доказательная база, естественно, является что здесь? Медицинская. То есть если это произошло, нужно подавать обязательно сразу заявление в полицию, брать направление на медицинскую экспертизу, которая проводится определёнными организациями, у которых есть на это государственная лицензия. Давать письменные и устные показания и собирать доказательную базу. Может быть, получилось так, что была возможность записать, для того, чтобы потом насильник не вышла ситуация в поле, мои слова против его слова. Это всегда очень плохо. Поэтому лучше сделать либо запись, либо предоставить доказательную базу, разорванные вещи. То есть всё, что может помочь в этом деле. Здесь Галина спрашивает, эта статья в Украине работает? Да, она работает в Украине. Но, к сожалению, в России пока она не работает. Но вообще этот закон, чтобы вы понимали о насилии, он есть практически во всех странах Европы и Америки. Во всех развитых странах мира он уже давно присутствует. У нас просто женщины очень редко делают такие заявления. И очень часто полиция не всегда быстро на это реагирует, потому что у них сложилось впечатление, что сегодня женщина написала заявление, завтра ей муж купил цветы, подарил подарок, она пришла и забрала заявление. Так вот, категория сексуального насилия и средней тяжести, и выше телесные повреждения уже не подлежат забору заявления. То есть, если раньше насильник мог примириться с жертвой, жертва могла прийти и забрать заявление, то сейчас, если следователь увидит в этом уголовную ответственность, он может иметь право не закрыть это дело, дабы насильник понес наказание. Да. И вот это тоже момент, да, почему полицейские так себя ведут. Потому что женщины тоже десятилетиями создавали вот это мнение о себе, что каждый раз заявление подают, чтобы попугать, а потом его забирают. Вот. Поэтому мне тоже радостно, что уже закон вышел на новый уровень, такой же, как и в Америке и в Европе. Если ты пришел, и на тебе нанесены к врачу травмы, которые ты сам себе нанести не мог, они обязаны вызвать полицию. Обязаны, да. Они обязаны обратиться в полицию и зафиксировать, что было такое обращение. Хорошо. Теперь самый главный вопрос. Допустим, представляем себе, что все это случилось. Ну, рассмотрим ситуацию без физического насилия и ситуацию с физическим насилием. Давай еще пять минут буквально по поводу медэкспертизы, если вдруг избили. Это обязательно нужно делать и не ждать очень долго. Экспертизу нужно делать в течение трех дней желательно, потому что эксперты осматривают жертву. Она сначала объясняет, какого рода травмы, где она получила. Потом она показывает эти травмы, эксперты их описывают, и они делают экспертизу и устанавливают, действительно ли травмы были получены в те даты, в которые заявила жертва, и соотносятся ли эти травмы с той историей, которую им рассказали. Экспертизу лучше делать в рамках уголовного дела, поэтому если произошло физическое насилие, нужно сразу вызывать полицию, либо на следующий день обращаться в ближайшее райотделение и писать заявление. В течение суток должны возбудить уголовное дело, но если вы пришли подавать в участок заявление, с вами вас опрашивает следователь дежурный, и он уже сам может выписать направление на экспертизу. Хорошо. Теперь вопрос... Ты все сказал? Не, не, да. Вопрос следующий. То есть если происходит одна из этих форм насилия, не дай бог физическое, но, к сожалению, бывает и физическое очень часто. Какой порядок, процедура вообще, что в таких случаях, как правильно должна вести себя жертва? Если это произошло в доме, вот только сейчас, и в этом доме находится насильник, нужно сразу вызывать полицию и по телефону говорить о том, что вам надо, что у вас домашнее насилие, и что вам надо, чтобы приехало обязательно подразделение Полина, которое в Украине отвечает за расследование такого рода преступлений. Когда приезжают на место полиция и представители Полины, у них есть полномочия для того, чтобы выписать предписание. То есть они на месте должны среагировать, поговорить с двумя сторонами, если они есть на месте, и они даже могут выписать протокол и предписание о том, чтобы жертва с насильником не общалась. Этот протокол выписывается на 10 дней. либо же они по закону имеют право попросить насильника выйти или уехать куда-то с квартиры для того, чтобы не усугублять конфликт. Но это, к сожалению, не так часто происходит, потому что обычно полиция к сожалению, быстро не реагирует, приезжает в лучшем случае через 20 минут после случившегося, и уже конфликт как таковой исчерпан. То есть если они приезжают и видят, что дальше происходит драка, то тогда они могут активно реагировать и куда-то перемещать этого насильника. Они не могут его задержать, они его могут поехать допросить, либо попросить собрать свои вещи и куда-то уехать на время. Либо они делают предписание. Если на момент приезда полиции... Какое предписание? Нам с тобой понятно? Прошу, слушателям нет. Предписание — это, скажем так, форма влияния на семейный конфликт, на домашнее насилие, по которому жертве и насильнику запрещают общаться и коммуницировать. Это срочный документ, который могут выписать на месте представители Полины, и который действует всего лишь 10 дней. Таким образом, активное семейное насилие по этому документу должно остановиться. Если кто-то будет... Если он нарушил штраф. Да. Если это все нарушил штраф, и плюс в будущем, если будут еще протоколы такого рода, это может подпадать под уголовную ответственность под статью домашнее насилие. Вот здесь мне девочка пишет нам, в России это не работает. В России работает немножко другой закон, но точно так же, обратившись в полицию, особенно если вы это делаете через адвоката, в тот момент, когда вы звоните, вы поймите, сейчас полицейские очень боятся нарушения протоколов и боятся потери собственной работы. Если в полицию вы звоните, полиция не реагирует, вы просто говорите, я записала этот телефонный разговор, я завтра буду подавать жалобу. То есть это всегда дает реакцию. Правильно, Катя, я говорю? Да, правильно. По счетам случаев дает реакцию. И еще... Говори. Извини, я перебила тебя. Еще в Украине есть несколько коротких номеров, можно зайти в Google, есть несколько международных фондов, есть организация Ластрада, которые поддерживают борьбу с домашним насилием и они могут по телефону дополнительно, бесплатно, круглосуточно проинструктировать жертву. Да. Я просто хотела сказать о том, что вот это ваша иллюзия, что не работает. То есть если вы не пробуете, если вы не знаете, если вы не подключаете адвокатов, то это как раз очень часто насильник вкладывает в голову жертве. Я полицейский, поэтому тебе... ты ничего не сможешь делать. А это далеко не так. Полицейским нужно бояться в 10 раз больше. Я депутат, поэтому я буду с тобой делать все, что я хочу, и ты ничего не сможешь делать. Это все ерунда. Или там ты там еще... Или там ты... У нас этот закон не работает. У нас не работает вот это, у нас не работает вот то. Работает, если за свои права бороться. Если... Я знаю таких тысячи историй в России, когда мне бабочки писали и говорили о том, что полиция реагирует и принимает заявление. Главное, потом эти заявления не забирать. Потому что если вы через два дня придете и заберете, уже второй раз его так не примут. Потому что все вносится в систему. Но когда жертва идет до конца, всегда происходит результат. Потому что всегда можно подключить адвоката на следующий день, сказать о том, что у меня не принимают заявление. И тогда будет ситуация совершенно иной. Да. У нас то же самое. У нас то же самое. Закон молодой. Потихонечку и полиция, и подразделения Полины, и общественная организация подключаются. Но вам нужно быть настырной и грамотно подходить к оформлению всех процессуальных документов для того, чтобы по какой-то формальности вам не отказали. И, конечно, это нелегко. И у нас пока не такая ситуация, так это не работает, как в Америке и в Европе. Но при желании, то есть нужно потратить несколько месяцев, чтобы доказать психологическое насилие и дойти от самого его факта до третьей касационной инстанции, мы в прошлом году потратили 7 месяцев. Чтобы доказать другого рода насилие, это тоже минимум 5 месяцев. Но этим нужно заниматься. И то, что мы видим вот по домашнему насилию, как работает у нас закон, мы уже сейчас можем получать, и мы не единожды получали для наших клиенток запрет на то, чтобы к ним приближался их супруг на 200 метров. И этот запрет можно получить на полгода. Их перестали избивать, за ними перестали следить, они перестали бояться. Это очень действенный механизм. Просто нужно все делать правильно и вовремя. Вот вопрос. Если муж бьет кулаком в мебель, как это назвать? Кулаком в мебель? Да. Может ли это... Ну, это начало. Если исследовать... Понятно, что начало, да. Если это вам угрожает, и если это был акт насилия, и если это был акт запугивания, то физического насилия, как такового, не произошло. Но можно писать заявление, попробовать получить протокол по поводу психологического насилия, потому что это запугивание. То есть он таким образом... Вам нужно будет доказать, что таким образом он проявляет силу, и в будущем вы начинаете его бояться, и для вас это угроза, что в следующий раз, если вы не будете послушной, этот кулак не остановится на мебели, а полиции... Да, и при этом, то тогда... Да. Это является... Психологическое насилие, да. Катя, теперь какой порядок подачи? Самое главное, если вот женщина или мужчина пребывает в такой ситуации, бывает по-разному, что делать в таких случаях? Что правильно, вот нам тут пишут, что даже в генпрокуратуре не реагирует. То есть почему прокуратура может не реагировать? Ну, то есть какой правильный, эффективный порядок, максимально быстро добиться результата в таком деле? Если, например, вот мы упустим тот вариант, когда мы вызвали полицию, она приехала. Мы можем говорить о том, что нужно подготовить письменное заявление в полицию и указать статьи и пункты домашнего насилия. Но это не просто должно быть формальное заявление, а описано полностью ситуацией, с датами, с причинно-следственной связью, что, где, когда, с кем произошло, что в итоге получилось, как это плохо на вас повлияло. И если это физическое насилие, вы идёте, снимаете побои, вы предоставляете все документы, может быть документы, может быть скриншоты сообщений, может быть это аудиозвонки, это всё сгружаете на диск либо на флешку и передаёте вместе с заявлением. Вы уточняете контактный телефон, отделение полиции и как минимум на следующий день звоните туда, либо приезжаете, уточняете, на кого расписали дело. Если это дело касательно побоев физического насилия, то должны возбудить уголовное дело и должны расписать наследователя. Если мы говорим о экономическом и психологическом насилии, то, скорее всего, ваше дело распишут на вашего участкового. И не надо дожидаться времени, когда этот человек вам позвонит. Нужно самостоятельно, опять-таки, либо самостоятельно, либо через адвоката, уточнить контакты, время приёма участкового. Если вы будете настырным, через 2-3 дня вы получите номер дела, либо контакты следователя, либо контакты участкового. И тогда, если у вас есть адвокат, то адвокат с ним контактирует, а потом уже вы, если у вас нет адвоката, вы напрямую контактируете. Вам нужно дать пояснение, объяснить воочию ещё раз, что произошло. Если это следователь, он оформляет протокол допроса, нужно внимательно ознакомиться с этим документом. Если у вас на момент контакта с этим человеком появилась новая доказательная база, вы обязательно её предоставляете в дело, вы настаиваете на том, что вы хотите, чтобы это дело рассматривалось побыстрее. Если вы контактируете с участковым, то тогда участковый должен максимально, в кратчайшие сроки, вы должны на этом настаивать и объяснять о том, что вы знаете закон, или ваш адвокат должен это делать, чтобы в максимально короткие сроки он связался со второй стороной и его опросил. Это делает как следователь, так и участковый. Следователь иногда может затянуть допрос в связи с тем, что он хочет дождаться, и на это может уйти неделя-три недели, заключение судмедэксперта. Если в это время вы после заявления получили заключение психолога о психологическом насилии, обязательно его нужно предоставить в материалы дела. Следователь возложен опрашивать по специальному протоколу. К счастью, за последние полгода министерство разработало определенный, сделанный по международным нормам протокол допроса жертвы. В этом протоколе около 20 вопросов, и ответы на эти вопросы должны дать возможность участковому установить причинно-следственную связь. По результату всего, после того, как вы подали заявление, вас допросили, вторую сторону допросили, следователь и участковый должны делать выводы. Следователь, который делает выводы, он отправляет, он формирует доказательную базу и отправляет дело в прокуратуру для того, чтобы выдвинули обвинение, чтобы прокуратура выписала обвинительный акт. Если это участковый, то он составляет протокол о том, что произошло экономическое либо психологическое насилие. Дальше и обвинительный акт, и протокол попадает в суд, и суд начинает рассматривать дело. Если это протоколы, то в основном одно-два заседания, и судья рассматривает. Если это уголовное дело, могут быть, там есть формат предварительного слушания, а потом основного слушания. Мы должны понимать, что обидчик может уйти в форму затягивания процесса, не являться вовремя, делать отсрочку, либо менять адвокатов, и это все может чуть-чуть продлить ваше рассмотрение. Но если вы опять-таки будете настырными, вы можете писать жалобу сначала на начальника полиции, того района, где зарегистрировано ваше заявление. Вы можете обращаться на горячую линию, вы можете обращаться к министру МВД, вы можете писать жалобу в прокуратуру. Ну, здесь вот, например, девушка пишет, что я уже дошла до прокуратуры, а воссыны не там, хотя у меня даже сняты по воле. Нужно ознакомиться с материалами дела, все дела индивидуальны, и смотреть. Потому что, к сожалению, если... Надо посвечать адвокаты к такому процессу, если вдруг не реагирует полиция, правильно? Да, специалисты, чтобы на каждом... Тут тоже есть проблема. Например, можно подать заявление, а по побоям не возбудят уголовное дело, и тогда без адвоката вы не обойдетесь, потому что нужно будет идти в суд и оспаривать то, что полиция не возбудила уголовное дело. То есть на каждом этапе нужно контролировать этот процесс. Не все адвокаты работают с домашним насилием, не все разбираются, как нужно, что, зачем поступательно действовать, но тем не менее, опять-таки, нужно смотреть материалы дела, потому что прокуратура отвечает за государственное обвинение. Все, что касается расследования дела, это полиция. Хорошо. А если, например, все-таки насильник является, например, представителем полиции или там депутатом, то есть процедура точно такая же? Все точно так же. По домашнему насилию не имеет роли статус. Статус имеет роль, когда это народный депутат Украины, когда у него есть неприкосновенность, и ему грозит уголовная ответственность. Для этого ему нужно снять иммунитет. Во всех остальных случаях все работает, как для обычных граждан. Мы просто понимаем, что в таких кейсах может быть применен админресурс. Но опять-таки для этого тогда нужно иметь зубастого адвоката для того, чтобы было очень много жалоб, обращений и возможности, чтобы не закрыть этот процесс. Очень часто насильники пользуются тем, что на каком-то этапе жертва успокаивается, у нее нет возможности взять хорошего адвоката. И они потом говорят, ну что, чего ты добилась? Мне выписали штраф или вообще я ушел от ответственности? И, соответственно, мы опять продолжаем жить вместе. Еще я хотела попросить тебя больше рассказать о Ластраде, о том, как работает этот поддел Полина, почему в Украине о нем нужно знать. Но вообще во всех странах есть такие горячие линии. И если вы находитесь в отношениях, где у вас происходит насилие, я очень рекомендую вам изучить, вообще, каким образом у вас есть поддержка в стране, осуществляется именно поддержка жертв домашнего насилия. Поэтому обязательно потратите на это время и загляните в Google. Потому что в той же Германии тоже есть огромное количество центров поддержки, обращения к их юристам и многое-многое другое. Вот, то, что я тут про Германию не читала. Но, к сожалению, в Германии полиция жестко не включится, если нету насилия физического примола. То есть, если, например, насилие преследуют, но он не избивает жертву, только преследованием занимается. Вот, расскажи, пожалуйста, вот об этом подробнее. Ластрада – это общественная организация. И еще тогда, когда в Украине не было закона о домашнем насилии, у нее уже были тайные приюты. На данный момент эти тайные приюты, система их развивается, их количество увеличивается. Если женщина обратится по горячему номеру по телефону организации Ластрада, ей помогут. Но ей надо не просто заявить о том, что с ней происходит домашнее насилие. Ей надо будет подтвердить. И это иногда могут быть копии заявлений, обращений в полицию, для того, чтобы сотрудники этой общественной организации поняли, что действительно жертва не врет, и что она находится в беде. У нее есть возможность размещать женщин и детей в тайных, скажем так, приютах. Но их не так много по Украине, если я не ошибаюсь, пять или шесть. И женщину инструктируют, как она себя должна вести, для того, чтобы не получилось так, что она вышла на контакт с насильником, находясь в этом приюте, и он приехал, устроил скандал, либо ее еще раз избил или забрал с этого приюта. Вообще, закон о домашнем насилии предполагает, и я надеюсь, что в ближайшие несколько лет в каждой области, в нескольких областях уже есть приюты, созданные на базе областных администраций. Это задача местных бюджетов финансировать такого рода приюты и финансировать программы, которые пытаются помочь и корректируют на уровне психологии позицию насильника. На данный момент эта система только формируется, но если есть запросы, если есть проблемы, вы можете обращаться в ластраду. Также у них есть определенные протоколы, и они могут порекомендовать, как женщина должна себя вести, на что ей надо обращать внимание, что такое тревожная сумка, что такое контакты, чтобы с вами выходили на контакт раз в несколько дней ваши близкие, как нужно поговорить с соседями, какие кодовые слова вам лучше использовать, если что-то происходит, то есть меры безопасности. Я даже скажу больше, что некоторые женщины, которые ко мне обращаются, у которых есть такого рода проблемы в личной жизни, как домашнее насилие, они могут сейчас оформить себе условно договор с охранной компанией и на коммерческой основе пользоваться услугой либо через тревожную кнопку, либо через специальную программу в телефоне, если с ними что-то происходит, охранная фирма приезжает в течение как минимум 10 минут, чтобы хотя бы физически не допустить развития насилия далее. Также, что касаемо Полины, это спецподразделение полиции, она входит в систему МВД, это подразделение проинструктировано, обучено, они обучены, они... Тоже горло. Что-то мы да, сегодня. Да, говори. Они обучены реагировать на это, такие ситуации. Да. У них есть протоколы... Сейчас, секунду. Да, у них есть протоколы, согласно которым они должны действовать. Мы уже проболтали на тему насилия 40 минут, и пока поглотай водички, а нам уже поразили что-то дальше, потому что у нас еще есть две очень важных темы. Это тема развода, когда, например, происходит так, что он еще не бьет, или даже если и было насилие, тема развода и детей. И наиболее часто, которые я слышу, читая в письмах своих читателей, это такие слова и фразы, что он говорит, что он оставит меня на улице. Особенно, внимание, наша тема сегодня коснется и международных браков, но то, что я хотела сказать, очень важно, чтобы вы понимали, что, например, на территории США, Европы, если вы подвергаетесь физическому насилию, не верьте насильнику, который утверждает, что вас депортируют или у вас заберут детей, при условии, что это не Турция, не Арабские Эмираты, то есть, мы поговорим об этом позже. И здесь очень важно, чтобы вы понимали, что, например, в США, наоборот, очень часто жертвы насилия мгновенно получают грин-карты. Поэтому консультируйтесь с адвокатом, не верьте в эти угрозы. На самом деле, насильник психологически перепрошивает мозг жертвы, чтобы она боялась. И из-за этого происходит то, что женщины годами терпят насилие, а наши русскоязычные, находясь в Европе или в Америке, боясь, что их депортируют из страны. Это далеко не так. Там обязательно консультируйтесь с адвокатами. Ну и мы переходим уже непосредственно вот к международным. Давай, наверное, сначала с международным. Да. Давайте поговорим о разделе имущества, о том, что такое, каким образом это все происходит, может ли действительно насильник забрать детей и все остальное. Перейдем вот к этой международной всей истории, потому что у меня, на моем опыте, очень часто я получаю письма от бабочек, которые, ну, от читательниц моих, от тех, кто смотрит видео на YouTube, с таким вопросом, что вот он угрожает, что у меня заберут детей из-за того, что я иностранка, меня выгонят, из страны депортируют, и я никогда не увижу своего ребенка, я очень этого боюсь. Вообще, каким образом женщину, каким образом женщина может защитить себя, выходя замуж за иностранца? И с какими странами нужно быть обязательно внимательной, намного более внимательной, чем с другими странами? Вот я хотела начать с этого, потом дальше провелся. В идеале надо начинать с того, что если вы планируете выйти замуж за иностранца, вы как минимум должны взять хотя бы одну базовую консультацию с адвокатом по семейному праву той страны, гражданином которой является ваш будущий супруг. Это очень важно, потому что если вы заключили брак на территории другой страны, и там же родили детей, и забыли получить легализировать свой брак в Украине, либо получить, подтвердить, что у вас есть дети, рожденные вами, и зафиксировать это рождение через посольство, либо здесь, когда вы приезжаете уже потом с детьми, то будут проблемы. Также нужно обращать внимание на то, подписываете ли вы какого рода документы. Если вам ваш супруг предлагает подписать брачный контракт, любые другого рода документы, обязательно нужно понимать, насколько эти документы соотносятся с теми базовыми правами, которые есть у вас в стране нахождения. Очень внимательными надо быть странами, это Арабские Эмираты, Турция, то есть везде, где есть ислам, и везде, где вам предлагают принять законы шариата. Почему? Потому что по законам шариата с большой вероятностью вы не сможете вывести детей, потом вернуться обратно в свою родную страну. У вас возникнут вопросы, почему вы этих детей не зарегистрировали, и я рекомендую обязательно то, что я говорила, регистрировать брак, регистрировать рождение детей. Очень важно регулировать детей в Украине, если вы украинка, в России, если вы россиянка, гражданка той страны, которой вы являетесь. Это номер один ваше важное правило. И еще очень важно на всякий случай получить загранпаспорта на детей, которые идут к привязке, что дети граждане Украины. Это может вам очень сильно помочь. Чем грешат наши женщины? Они терпят, потом могут подписать в ППХ документы, которые им потом закроют выезд, возврат в Украину с детьми, либо они просто уезжают к маме на неделю. Таким образом, они пересекают территорию Украины и остаются здесь. Умный, грамотный иностранец, что он делает? Он обращается в полицию, фиксирует, а в некоторых государствах, таких как, например, США, есть киднеппинг, статья. Они фиксируют, что ребенка украли, они фиксируют домашнее насилие, они обращаются к адвокату, адвокат обращается в Министерство юстиции их страны, и через Министерство юстиции их страны они выходят на Министерство юстиции в Украине и подают и украинское Министерство юстиции подают в интересах иностранных граждан иск в суд о возврате ребенка. И, к сожалению, почти всегда этих детей возвращают насильно за границу. В редких случаях папы получают, ну, в основном, папы получают эти решения и потом их не реализуют. Но очень часто потом через какое-то время... То есть у ребенка нет гражданства. И даже если есть гражданство, что нужно сделать женщине перед тем, как она захочет убежать, ей нужно на территорию Украины, ей нужно обязательно проконсультироваться с нашим местным семейным адвокатом для того, чтобы подготовить почву и подать определенные документы в момент, когда садится ее самолет на территорию Украины, подать определенные документы, чтобы потом она условно была первая, кто подал в суд. Худшая ситуация тогда, когда женщина, не зная своих прав, не обращаясь к местному адвокату, находится за границей, ей угрожают, ей говорят о том, что детей заберут, и она не реагирует на эти угрозы. И потом, абсолютно случайно, она узнает, что в суде уже ее супруг подал иск и отсудил детей. А мы должны понимать, что если дети, если она вышла замуж на территории другого государства, если там же родила детей, то, скорее всего, детей могут оставить с отцом там, если у нее не будет опять-таки границей. То, что с шариатом, однозначно, я скажу, что 85% из-за неправильной документации, неправильного поведения и все остальное, они оставляют детей ему. Турки, Арабские Эмираты, Украина, Ман, вот эти все страны, Египет. Поэтому, девочки, пожалуйста, будьте внимательны в таких ситуациях. И ваш ребенок легализирован. И если вы собираетесь уходить от него, вы должны делать это намного заранее и как бы готовиться, потому что в этих странах закон немножко работает иначе. То есть в наших странах ребенка оставляют с матерью, в мусульманских странах ребенка оставляют с отцом. И таков и закон. А если вы еще приняли их веру, то, естественно, вы получите дальше поддержку этого закона. Вот, поэтому как бы заранее выходя замуж уже за иностранца, очень важно думать, за кого именно вы, за какой законы, какие законы в этой стране, куда вы уезжаете. И какие законы будут в случае развода, и какие законы могут быть в случае получения или не получения гражданства. То есть детально это нужно изучать. Но, к сожалению, в большинстве случаев женщины, они вообще мало задумываются над тем, почему вообще он такой прекрасный принц ищет себе золушку в Украине или в России. Ну вот, почему, если он такой замечательный, почему он не найдет себе американку? Почему он висит на сайтах и ищет именно нашу? К сожалению, в большинстве случаев за такими поисками и такими женихами очень часто прячутся психопаты. И очень часто нужно... Потому что он понимает, что наши женщины в большинстве случаев терпят такое отношение, которое ни одна немка, француженка, американка терпеть не станет. И очень важно, если у него до вас была, ну, условно, женщина с постсоветского пространства, не слушать истории о том, что она плохая, она самая ужасная, а слушать внимательно, как закончилась ее судьба, где их совместные дети, если они есть, с чем она уехала и как они вообще расстались. Потому что с большой вероятностью у вас повторится тот же сценарий. И, кстати, хотела еще обратить внимание, страна Израиль очень редко отдает своих детей. И представительства Израиля в Украине, представители посольства и консульства могут приходить на судебные процессы по возврату детей, которые рождены были там. Они очень сильно переживают по этому поводу и контролируют судебные процессы в Украине. Поэтому очень важно быть внимательной, очень важно консультироваться, очень важно быстро, то есть готовиться и быстро принимать решения. Потому что бывает так, что женщина не знает, а муж обратился к адвокату, и она пытается выехать из страны, а у нее запрет. И ее в аэропорту отводят в участок, а детей передают ему. И тогда это полная фиаско, это годы мучений, и очень часто бывают такие истории. Хорошо. Насчет брачного контракта с иностранцем. А, еще хотела тебе расскажи, что есть еще много смешных пунктов по поводу, например, японского закона, который женщина... Слушай, ну да, у нас есть несколько кейсов в Японии, и там, кстати, женщина может получить около 20 тысяч долларов моральной компенсации, если докажет измену. У них в этом плане очень, скажем так, строгий суд, и они очень относятся к изменам, для них это важно. И, на самом деле, ну вот, я надеюсь, что у нас в этом кейсе мы подали такое заявление, что у нас получится отсудить для нашей клиентки моральную компенсацию. То есть, есть нюансы, например, тоже, что касается имущества, вы делите имущество только на территории той страны, где находится имущество, это спектр международного права. Поэтому, для того, чтобы понимать картину в целом, по всему объему ваших семейных вопросов, это и развод, и дети, и алименты, и место проживания, и имущество, я всегда рекомендую, консультируйтесь страной, гражданами, которой вы являетесь, либо по рождению вашему, например, если вы Украина, Россия, Белоруссия, другие страны, да, и по законодательству той страны, где вы проживаете. И еще нужно учитывать, например, если вы проживаете в треть, вы брак заключили в одной стране, а проживаете в третьей, ну, как бы во второй стране тоже, то есть как минимум нужно еще дополнительно консультацию той страны, потому что, например, если вы заключали брак в Швейцарии, а проживаете во Франции, то тоже могут быть нюансы. Чем больше вы будете владеть спектром информации, да. Потому что каждый случай он индивидуален, когда мы поговорим о замуж и с иностранцем, и это важно понимать, но мы сейчас даем эту информацию для вас, для того, чтобы вы вообще были сознательными в своих решениях, потому что здесь есть уже те, кто вышел замуж и уже в процессе развода, а еще здесь есть десятки тысяч тех, кто собирается выходить замуж, и сегодня, на сегодняшний момент никоим образом об этом не подумали. Вот, насколько я знаю из опыта там моей аудитории письма, которые я читаю, что в мусульманских странах, к сожалению, детей оставляют наиболее часто отцу, особенно, возможно, матери, если она тоже родилась и выросла, является гражданкой этой страны. Если же ты с другой стороны и не имеешь гражданства и не родилась, в большинстве случаев здесь и отдаются отцу. Но не всегда, если правильно подойти к вопросу, если начать с адвоката, если есть действительно этого причина, есть случаи у меня, в том числе, среди моих читателей, когда дети оставались женщине, она забирала детей и уезжала в Украину и в Россию. Поэтому здесь очень важно консультироваться с адвокатом, прежде чем делать какие-либо действия. Это, собственно, что мы хотели донести. И я тебе еще одну историю расскажу. Одна из наших гражданок уехала и долгое время проживала в Испании. Она вступила в брак с гражданинами Испании, она родила ему ребенка. Приехала в Украину, пробыла здесь две недели, ей сообщили с Испанией, что он подал на то, что она украла ребенка и подал в полицию о том, что она его якобы накануне избила. Закончилось это тем, что ее вызвал испанский суд по уголовному делу, потому что у них есть киднеппинг, статья. Она оставила ребенка в Украине, уехала в Испанию и ее засудили на четыре года пребывания в тюрьме. То есть это рабочая тюрьма, она могла ночевать, ну то есть она могла со временем выезжать с этой тюрьмы, но тем не менее она не могла выезжать в Украину. И она четыре года условно отсидела за то, что она перевезла своего ребенка в Украину, хотя на тот момент у нее было разрешение. Ребенок остался в Украине, мама отсидела там, представители Испании прилетали сюда забрать ребенка, но наш местный судья не отдал этого ребенка и отказал, и больше папа за ребенком не приехал. Все это время ребенок находился в Украине с бабушкой, и по сути он на какое-то время остался сиротой, поскольку мама отбывала наказание, а отец сделал одну попытку и ничем она не закончилась. Поэтому это страшно, когда такое происходит. И на данный момент я вела уже эту клиентку на последней стадии, когда она уже приехала в Украину после того, как она отбыла наказание, и у нас есть большая надежда, что она сможет получить денежную компенсацию от Европейского суда по правам человека. Но тот ад, который она прошла, мне сложно представить и тяжело описать. Да, так и есть. К сожалению, такие истории тоже бывают. Итак, вернемся теперь к классическому разводу, потому что в нем тоже много мифов, которые мы сегодня развенчаем. Очень часто насильники семейные угрожают именно тем, что я заберу у тебя детей, даже когда они являются гражданами одной, партнера страны. Ты останешься на улице ни с чем, я заработал все деньги, поэтому тебе ничего не достанется. Ну, то есть вот эти всевозможные пугалки, которые очень часто женщинам в голову вкладывают для того, чтобы ими управлять, особенно, когда женщина растила детей, была матерью, была женой на протяжении длительного периода, вот, а потом как бы начали происходить какие-то грани, которые уже дальше терпеть нельзя, она боится уйти, потому что действительно думает, что он заберет у нее детей. Расскажи, Катя, про свои кейсы и то, что происходит конкретно у тебя. На самом деле, это тяжелая ситуация, потому что самое страшное насилие, это когда мужчины говорят о том, что заберут детей, и когда они их забирают и удерживают незаконно. В Украине нету статьи по киднеппингу, и очень сложно решаются эти вопросы, они заканчиваются большими семейными войнами. Поэтому очень важно, опять-таки, чтобы мама не боялась вступать в борьбу за своих детей. Я видела женщин, которые отказывались от своих детей, которые подписывали под давлением договора, по которым передавали своих детей на воспитание отцу, когда проходило время, когда она освобождалась, когда психологическое давление на нее убавлялось, она понимала, какую ошибку она совершила. Ой, подожди, закончится эфир. Вот, и потом я, давай продолжим уже, когда этот вопрос конкретно в следующем эфире. Я увидела, что он заканчивается. Сейчас мы переключимся и вернемся к нему. Переключайтесь на новый эфир обязательно. Вот, и мы возвращаемся, я жду Катю, собирайтесь быстрее, мы продолжим уже непосредственно про развод, который является самым, как быстро пролетел час у нас с Катей, да? Прямо как мгновение. Так. Катюшечка, давай присоединяйся к нам. Как мы, напомню вам, для тех, кто не знает или присоединился прямо сейчас, у нас в гостях на моей странице Екатерина Власюк, очень известный адвокат, входит в пятерку самых сильнейших адвокатов Украины по бракоразводному семейному праву. Мне больше нравится по семейному сейчас. Мы уже в первой части успели поговорить о международном праве, о физическом, сексуальном, экономическом, психологическом насилии. Сейчас мы уже перешли непосредственно к теме развода. Что делать, когда женщине угрожают таким образом, постоянно угрожают, что ты останешься на улице, ты останешься без детей, после 10, 15, 20 лет брака, я попросила Катю рассказать о своем опыте, именно ее деятельности, ее кейсах, с которыми она работала и что происходит на самом деле в наших странах. Я хочу призвать всех женщин знать свои права и не разрешать никому их нарушать, потому что защита нашего права в первую очередь принадлежит нам. Если мы не готовы заявлять о своем праве, то никакой адвокат, никакой полицейский, никакой судья за нас это не сделает. Поэтому все начинается с внутренней воли. Дальше. Очень важно понимать, что не важно, что нам кто-то говорит. Если у нас есть совместные дети, мы мамы этих детей, то мы имеем как минимум 50% прав на этих детей. Неважно кто отец этого ребенка, какими деньгами, какой властью он обладает. Да, есть факты и моменты, когда женщину можно лишить родительских прав. Когда она наркоманка и есть соответствующие документы, которые подтверждают, что она лежала как минимум один раз в реабилитационном центре. Также это касается женщин, которым предъявляют якобы психологическое расстройство. Для этого нужно иметь подтверждающие документы. Также если женщина например надругалась над своим ребенком и этому есть прямые доказательства, либо ее за это осудили. Во всех остальных случаях все, что вам говорят вы плохая мать, я заберу у вас детей, а ты там в зависимости сказала, да? Да, да, да. Ну и алкоголь. То тоже нужно доказать, что женщина является алкоголичкой. Но тем не менее, несмотря на то, что есть несколько решений европейского суда, которые дают прямые указания украинским судам не так часто оставлять детей с матерью, а как показывает практика, в целом в среде, ну то есть плюс-минус 90% детей после развода остаются с мамами. И это вы должны запомнить и понимать. Это не означает, что вам нужно нарушать права отцов, детей, но если у вас есть доказательства, у вас есть доказанное психологическое, физическое, сексуальное или любого другого вида домашнее насилие, то вам это поможет, и это сыграет вашу пользу. Если есть ранее отец ребёнка издевался над ребёнком, вы также можете обратиться и написать от своего имени заявление. Есть отдельная ювенальная превенция, это служба, которая подчиняется и входит в состав полиции и доказать то, что родитель издевался над своими ребёнком. И таким образом у вас Кстати, мы забыли сказать, что когда Полину, когда происходит дома физическое насилие, и есть дети несовершеннолетние, очень важно сказать об этом полиции, для того, чтобы ювенальная служба была тоже присоединена к этому вызову. Обязательно, да, да. Поэтому, если вам угрожают, что заберут детей, вы просто сходите, проконсультируйтесь и поймите, какого рода документы вам нужно оставить себе. И если вы разводитесь, и дети остались с вами, если у вас забрали по какой-то причине детей, то не нужно сидеть и плакать, нужно собрать волю в кулак. да, и нужно что-то делать, потому что, к сожалению, очень много таких историй. Только потому что ничего не делали, забрали детей. Когда что-то делают, тогда не забирают. И вот здесь вопрос задается, самое частое, чем пугают, это как раз вот эта история, а если у женщины нет жиря вообще, а у него только есть квартира. То есть они часто пугают, что квартира на мне, дети останутся с тобой. Катя, пожалуйста, развенчай этот миг, потому что я в письменной форме, уже у меня стерлись пальцы отвечать на эти письма, что на самом деле это не так. Это не так. Если у вас нету жилья, если у вас нету договора о ремене... все в порядке, вы не наркоманка, не алкоголичка, не занимаетесь институцией, не били ребенка, то ребенок останется с вами, даже если вы живете в арендованной квартире. И даже если вы живете в однокомнатной квартире и условно с бабушкой старенькой, если у ребенка есть место для того, чтобы поспать, где помыть руки, в холодильнике есть еда, и у этого ребенка нету побоев, которые нанесены с вами, значит, все хорошо, не надо бояться. Если у вас нет жилья, а у супруга есть красивый особняк, это не повод, чтобы он забрал ребенка. В идеале вам нужно работать, но если по какой-то причине, например, ребенок маленький, вас сократили, у вас нет официального дохода, то я вам просто рекомендую все-таки зарегистрироваться либо как частным предпринимателем, либо устроиться на какой-то неполный день на работу, либо что-то еще придумать для того, чтобы в этом плане у вас эта история была закрыта. Во всех остальных моментах не учитывается благосостояние. Если вы зарабатываете условно 100 долларов и живете в маленькой квартире, если ваш супруг имеет доход миллионы и живет в доме, это не повод, чтобы у вас отобрали ребенка. Да, и в наших странах наиболее часто детей оставляют матери. У нас много практически там в 85 случаях остается процентов ребенок с матерью. Тем более нужно понимать, что если ребенку исполнилось 14 лет, то с кем он будет жить, суд не определяет. Ребенок сам с 14 лет имеет право решать, с каким родителем ему... Очень важный этот момент, давай его сейчас обсудим. Какой обычно схемой пользуется вот этот облик, облик, когда ребенок остается с ним. Вот что происходит наиболее часто? И это большая ошибка женщины, из-за того, что они этого не понимают и не знают, они как раз в эту ситуацию попадают. Он забирает детей, вот очень частая история, он просто забирает их из школы или забирает к себе и не возвращает вовремя. И что происходит дальше, Катя? Не нужно сидеть и ждать, нужно сразу обращаться к адвокату, в полицию, трубить, пытаться дозвониться ребенку, приезжать к нему домой, звонить в двери. Если ребенок на следующий день пошел в школу, вы приезжаете в школу, вы контактируете с учителем. Это тоже касается детского сада. Очень часто отцы отрезают ребенка от матери и пытаются выработать лояльность и настроить ребенка против матери. Главное перекрыть кислород. То есть если ребенок в зависимости от возраста какое-то время не общается с мамой, папа вкладывает ему в уши то, что мама тебя бросила, мама нашла другого дядю, она нас предала. Если дети от 10 лет, очень авторитарные мужчины и абьюзеры, они угрожают детям, они говорят, что если ты пойдешь к маме, ты меня предаешь, ты больше сюда не вернешься, тебе будет плохо. И очень часто такие дети ведутся на это, потому что ранее они проживали в семье, где мама боялась отца, где маму запугивали, и они не отстаивали свое мнение, и тогда эти дети с целью не допустить насилия в отношении их родного человека, они переходят на сторону отца, и они могут потом, когда у мамы потратила время, и она все-таки каким-то образом вышла на прямой контакт с ребенком, либо через полицию, либо через адвоката, либо через суд, ребенок может сказать, что мама, я не хочу с тобой жить, я тебя не люблю, или, например, женщина звонит ребенку, или еще другая схема, женщина пытается с ним договориться полгода, а за полгода ребенок там так привык, что потом начинает понимать, что ей ребенка не вернут, она приходит в суд, а ребенок говорит, нет, я буду жить там, нет, нормально, это из-за времени, из-за потери на времени, что в тот момент, когда вашего ребенка не вернули, вы в эту минуту вызываете полицию, не через две недели, не через три, не через месяц, не договариваетесь, потому что если он уже его не возвращает, значит, он уже нарушил ваш закон, ваши права, вы договорились об одном, он сделал иначе. Я тебе скажу, что у нас, несмотря на то, что карантин сейчас есть в производстве два дела, вот как раз которые касаются маленьких детей до пяти лет, когда папы их забрали и почему-то не вернули, и вот этих женщин спасло то, что они не сидели, не ждали, а они начали действовать, и несмотря на карантин мы подали иски, и мы получили по этим двум делам обеспечение иска, то есть по сути у нас ушло две недели для того, чтобы подать заявление в суд, оформить всё документально, предоставить доказательную базу, и через три недели мы получили постановление суда, по которому мамам определили, что пока идёт суд, им не нужно ждать полгода или год, когда они получат документ, что ребёнок останется с ними, у них есть доступ к ребёнку, это очень важно, и тогда рано или поздно, даже если на первую неделю папа добровольно не отдаёт ребёнка по этому документу, вы возбуждаете уголовное дело, вы обращаетесь в органы опеки и попечительства, ювенальной превенции, вы трубите везде, и как показывает мой опыт, проходит время, отцы видят, что они не могут собладать с этой ситуацией, они понимают, что они, если не будут выполнять ухвалу суда, они проиграют суд, потому что это не в их пользу, и они начинают отдавать ребёнка, а вы можете дальше фигурировать этими фактами, что вы не просто так пошли в суд, а после того, как нарушили. Я тебе больше скажу, что в марте месяце я закончила правки, рекомендации к законопроекту, и вот на этой неделе, которая будет, мы будем активно популяризировать, я в трёх статьях прописала о том, что если этот закон, его примут, и он пройдёт, суды будут обязаны брать во внимание вот такие истории. То есть, если папа взял ребёнка, а он до этого жил с мамой, и он не вернул, у него уже сейчас будут с этим проблемы, а когда вступит в силу этот закон, у него не будет шансов оставить себе ребёнка, и это очень важно. Совершенно точно. Так, теперь вернёмся к разделу имущества. Да. Если люди прожили в браке, очень важно делать акцент, что такое гражданский брак, что такое официальный брак, даёт ли он какую разницу в случае раздела имущества, вот это тоже важно. Почему многие не знают, что гражданский брак, это тоже имущество, приобретённое в гражданском браке, тоже подлежит разделу. А с 2004 года у нас гражданский брак может приравниваться к официальному, ну, к штампу паспорта в том случае, если вы заявили это требование в суд во время раздела имущества. Потому что вам нужно доказать, что в этот конкретный срок, когда приобреталось имущество, вы уже проживали одной семьёй. Вы, может быть, были беременны, или уже родили, или вы ездили на отдых, вы ввели семейный бюджет и проживали на территории... Если вы действительно в гражданском браке, то доказать очень легко. Это общий быт, общие фотографии с отдыха, фотографии, что вы вместе в этой квартире живёте, нахождение ваших вещей в этом доме, свидетельство соседей, что вы жили на протяжении длительного времени здесь вместе. Коммунальные счета, например, если вы переехали в квартиру гражданского супруга, пару раз заплатите, распишитесь внизу у консьержа, если он такой, если такой есть, сохраните какие-то чеки по путешествиям, то есть всё это может иметь доказательную силу, но нужно к этому готовиться. Если суд устанавливает, что у вас гражданский брак с конкретного момента, и, соответственно, если у вас есть штамп в паспорте, то вы имеете право на 50% всего, что было приобретено в браке. Это деньги на счетах, это половина суммы, которую вложили официально в бизнес вы или ваш супруг. Это тоже долги, и это имущество, это автомобили или квартиры. И обязательно, особенно в контексте раздела имущества, которое приобреталось в гражданском браке, вы должны наложить арест. Вот как мы сейчас делаем. Если мы запускаем такое дело, мы обязательно накладываем арест на имущество, которое мы хотим поделить. Потому что, если у вас был штамп в паспорте, то легальный нотариус никогда не оформит эту сделку на отчуждение квартиры, которая покупалась, когда вы были формально в браке. А вот если вы просто проживали и ничего не делаете, то пока вы примите решение и начнете что-то делать, окажется, что эту квартиру просто переоформили. И одно дело, если вы переоформили один раз, а у нас есть варианты, когда два и три раза, и тогда очень сложно ее вернуть обратно и поделить. Поэтому, особенно, если это гражданский брак, нужно накладывать аресты. Если мы говорим о том, что, например, если есть одна квартира, то неважно, на какие деньги, по сути, очень сложно доказать, что вы продали что-то, а потом, например, то, что у вас было до брака, а потом в браке оформили имущество. поэтому надо быть внимательны с этим. Но если у супругов одна квартира, она поделится 50 на 50. Другой вопрос, если, например, и неважно, вы работали или нет, если очень много имущества, то иногда суд может отойти от равности долей и кому-то чуть-чуть больше присудить. Но опять-таки, тогда нужно доказать, что это деньги мои, они пришли мне либо до брака, либо во время, но они считаются моей, они прибыли в нашу семью благодаря мне. Но таких решений в Украине почти нет. Поэтому очень часто, если, например, мы говорим о большой, скажем так, о семье, где есть много разного имущества, очень часто женщин вынуждают под давлением подписать брачный контракт, либо договор о разделе имущества не в пользу женщины, где она получает один объект, а могла получить три, четыре или пять. Поэтому очень важно, перед тем, как вы подписываете договор о разделе либо брачный на выходе с брака, когда уже у вас все плохо, проверить, обратиться к адвокату. Многие женщины не знают, где официально оформленный супруг. Кто проверить, где он работает, какое имущество есть, если он участником какой-то компании. Сейчас через адвоката это можно очень быстро все проверить и получить информацию, что вообще есть во владении вашей семье. И если вы когда-либо давали доверенности на распоряжение вашим совместным имуществом, первое, что вам нужно сделать, пойти к нотариусу и отозвать. А если вы не помните, все равно пойти к нотариусу и нотариусу имеют право проверить. Да, да. Хорошо, такой вопрос. Если муж зарабатывал больше официально, он имеет право забрать больше имущества, при этом не принимал участие в воспитании ребенка и его денежного обеспечения? Дети не влияют на процесс раздела имущества. Вообще. Неважно с кем они остаются после развода и сколько у вас детей. Потому что многие ошибочно полагают, что если со мной остаются дети, мне дадут больше имущества. Это не так. Имущество не дадут 50 на 50. Вот. По закону. Если муж зарабатывал больше, а вы сидели в декрете, учились, занимались творчеством, путешествовали или бездельничали, это не повод не забрать, чтобы вы не получили свою половину. Если в браке вы находитесь и вам не дают денег на содержание детей, вы не должны ждать развода и не должны ждать, пока вы решитесь на развод. Вы можете получить алименты, находясь в браке. Некоторые юристы в этом сомневаются. У нас есть достаточно много успешных кейсов, когда мы получали алименты и на женщину, которая находилась в декрете с маленьким ребенком до 2-3 лет. Мы получали алименты даже при том, что супруги то жили в одной квартире, то жили отдельно. Мы в таких случаях тоже получали алименты. Получали в случаях, если еще нет официального развода, вы просто разъехались и первым, на что нужно подавать на алименты. Поэтому если вы не подаете на алименты, то у вас все хорошо. Все устраивает. А если вы не подали, то задним числом вы ничего не получите. Поэтому нужно все делать вовремя. Отвечу на краткий вопрос. Вот тут задает одна из наших слушателей Ни Санна. Зачем им дети? Зачем они их забирают? Ну конечно это месть. В большинстве случаев дети им не нужны. Если мы говорим о психопатах ярко выраженных, это месть жертве за то, что она ушла. И к сожалению, как показывает опыт, что если жертва скажет ну отлично забирай, я счастливо начинаю новую жизнь, как правило через неделю ребенок окажется у подъезда выкинуты и даже не подняты на этаж. Но к сожалению очень мало женщин, которые способны на такую провокацию и честно это сказать настолько, настолько, чтобы он поверил, в большинстве случаев они таким образом мстят. Мстят за что-то. Разбираться в этом можно много. Они могут мстить за то психопата, если женщина им изменила. Или например психопаты часто мстят или преследуют, когда например жертва якобы ушла никому, а потом выясняется, что на самом деле у нее был любовник. Потому что психопаты они очень часто особенно влиятельные могут это проверять с помощью слежек и всему остальному и они начинают за это мстить. И конечно в таких ситуациях как правило дети становятся заложниками этой мести в большинстве случаев. Когда мы говорим о разводе с человеком психически здоровым, то конечно же он несмотря на все свои обиды головой понимает, что детям лучше быть с матерью. Так или иначе это так. Поэтому я все-таки надеюсь, что в большинстве случаев те люди, которые будут смотреть наше видео, они все-таки в отношениях с более или менее здоровыми мужчинами и в принципе адекватно могут с ним договариваться. Мы остановились, поговорили уже о том, что 50 на 50. Катя, расскажи пожалуйста процедуру. Вот например, я принял решение сегодня развестись, вы приняли решение развестись, каким образом, если допустим есть имущественные претензии, как происходит процедура, есть ли имущественные претензии, нет. Я всегда рекомендую своим клиентам подходить к делу комплексно, то есть чтобы не получилось так, что вы сегодня подали на развод, через полгода вы вспомнили, что у вас есть совместные дети, вы хотите получить алименты, через два года вы вспомнили, что у вас есть активы. Лучше все делать одновременно, так у вас есть шансы быстрее выйти с этой ситуации. Можно попробовать переговорный процесс, тоже я всегда рекомендую начать с переговоров, то есть ваш адвокат может выйти на вашего супруга, либо на адвоката вашего супруга, если он есть. Внимание, сделай акцент о том, что, например, в Америке, во многих странах Европы есть официальный закон о медиации, и в России, кстати, ты говорила. То есть это, Катя, объясни, пожалуйста, многие могут не знать, что такое медиация. медиация это процедура досудебного урегулирования споров. Действительно, в Америке по семейным делам она обязательная, и в Японии она обязательная, в России есть закон о медиации, у нас в Украине его нет, но это не означает, что вы не можете использовать этот механизм. Неважно, как этот процесс называется, медиация или просто переговоры, их проводит ваш адвокат напрямую с оппонентом, либо между адвокатами, а потом привлекаются стороны. Главный результат. Во время переговорного процесса вам нужно, сторонам нужно обсудить важный момент. Это развод, с кем будут проживать дети, алиментные платы на детей, их дальнейшее образование, это раздел имущества. Если переговоры складываются, то все очень просто. На выходе у вас появляется документ, договор по детям, либо по ребенку, и второе, это договор по разделу имущества. Это нотариальные контракты, они приравниваются к судебным решениям, и если кто-то их не выполняет, они идут через исполнительную надпись нотариуса на исполнение в исполнительную службу. Также, имея нотариальный контракт по ребенку, вы сможете пройтись по упрощенной процедуре развода, и вас фактически могут развести за месяц, и еще месяц уйдет на легализацию этого решения. Поэтому, по сути, самые короткие переговоры в моей жизни у нас заняли две недели, мы все решили, все подписали и подождали два месяца, пока легализируется развод. Если же вы не пришли к финалам по переговорному процессу, вам обязательно нужно подавать иск на развод, на взыскание алиментов, в зависимости от ситуации, на определение места проживания ребенка и на раздел имущества. Это очень важно при подаче кханизма, поэтому я всегда рекомендую обращаться именно к семейным юристам, потому что, несмотря на то, что, в принципе, право плюс-минус и процесс гражданский, он в любом процессе гражданском одинаковый, но есть очень много нюансов, которые вас могут завести либо в тупик, либо усугубить свои ситуации. К сожалению, я не всегда могу помочь своим клиентам, которые ко мне обращаются после второго, третьего, четвертого адвоката, либо если они проиграли уже там первую или вторую инстанцию. Поэтому лучше все начинать и делать правильно с профессионалом, чтобы потом не было хуже. И, к сожалению, то, что я еще заметила, когда в переговорный процесс по семейному делу вмешивается адвокат, который не профессионал, который не привык работать с семейным конфликтом, с эмоциями, с болью семейной, то он может очень быстро завести эти переговоры в тупик, и потом, когда ты вступаешь в процесс, ты уже в суде, понимая ситуацию, ты можешь провести этот переговорный процесс и все равно довести это дело до урегулирования, и тогда стороны будут не понимать, а что сложилось не так, почему, если они в суде договорились, почему они на старте не договорились. Поэтому я призываю обращаться только к профессионалам, к семейным адвокатам, чтобы не получилось так, что у вас болит горло, а вы пошли к травматологу. Спасибо тебе огромное, я хочу, чтобы мы все-таки ответили на вопросы, мы вроде все сказали, да, давай хотя бы по каким-то основным вопросам пройдем. Брачный контракт буквально несколько тезисов, тоже советская ментальность, если мы подписываем контракт, то у нас не любовь. К счастью, многие наши женщины, которые выходят замуж за иностранцев, подписывают брачный контракт, понимаете, что если вы подписываете брачный контракт в Украине, но на территории посольства США, вы подписали контракт на территории США, если вам предлагают подписать контракт условно, вы проживаете и у вас супруг француз, вам нужно проконсультировать. Обрати на это внимание, что если он подписан в Украине на территории США, ну то есть ты подписала в США, он должен быть у нас легализирован этот контракт, иначе у нас он тоже не будет являться действительным. То есть это очень важно. Лучше очень важно. То есть его сторона в Америке будет являться действительной, а ваша нет, если вы не регулировали. Да, для этого нужно делать двуязычный брачный контракт и обязательно в брачном контракте прописывать его юрисдикцию. То есть в случае чего это будет право Америки либо право украинское. поэтому и обязательно контракт нотариальный, ну он только нотариусами заверяется, если вы подписали просто какой-то письменный документ, это ни о чем. Кстати, например, в Великобритании ты не можешь подписать контракт, если он не заверен двумя разными адвокатами. То есть у супруги и у супруга могут быть разные адвокаты. Будьте внимательны, если ваш благоверный рекомендует вам подписать контракт, используя консультацию его бесплатного адвоката. Этого может потом в итоге стоить дороже. И если вы, например, за границей где-то его подписываете, вы откажетесь от каких-то законных прав, то никакой суд вам потом не поможет. Очень важно это понимать и четко в этом разбираться. И брачный контракт это очень крутой способ договориться на старте про гарантированное имущество, с которым вы выйдете, обеспечить себе возможность остаться с детьми несмотря ни на что и получить алименты. Да, потому что в начале у вас еще добрые отношения и договориться о том, как вы расходитесь легче, чем когда вдруг она превратилась в козу, а он в козла, то там все становится значительно сложнее. Итак, есть несколько вопросов, я буду идти, буду задавать наиболее частые, потому что наше видео будут смотреть и на моем канале YouTube, поэтому чтобы самое частое, если ваш вопрос не является общим таким глобальным, то лучше конечно потом вам обратиться за консультацией к Екатерине, потому что есть такие вопросы тут я видела, которые очень тонкие, касаемые конкретного частного случая. Если я покупаю квартиру в ипотеку в браке, она будет делиться при разводе пополам Россия, не зависит от того, где вы покупаете, она будет делиться пополам, да, говорит, если иное не указано на вашем брачном контракте, говорит. Она не только будет делиться пополам, но еще и ипотека будет делиться пополам, и она будет делиться на территории той страны, где она территориально находится, даже если вы не являетесь гражданкой России. Пишет девочка, девочки, спасибо за эфир, за информацию, мне бы эту информацию 9 лет назад мой муж держал все время в страхе, манипулируя моими материнскими чувствами, благодарю. Вот. Катерина, благодарю за профессионализм и помощь, обратились, получили положительный результат. Эфир, конечно же, сохранил. А как доказать, что родитель издевался над ребенком? Нужно опять-таки, это как доказать насилие в отношении себя. Нужно стараться иметь видеодоказательства, нужно обязательно, если ребенка избили, снять побои. Можно отвезти ребенка к психологу и провести исследование психологическое, тогда ребенок, если он поделится с психологом, будет зафиксировано насилие. Также, если квалифицированный психолог установит, что если даже вашему ребенку на данный момент не наступило 10 лет, но он может понимать, что с ним происходит, то тогда его слова будут браться во внимание. То есть, через это психологическое заключение ребенок сможет откровенно сказать, что с ним происходило. Если ребенку уже исполнилось 14 лет, его можно приглашать в суд и допрашивать в качестве свидетеля. Такой вопрос. Я так понимаю, девушка ушла замуж за иностранца и пишет вопрос. Такой вопрос. Если я уехала вместе со своим ребенком жить в другую страну уже после развода, но без ведома бывшего мужа, который сам на тот момент не жил в Украине. Если я прилечу с ребенком на лето, может ли это быть какие-то последствия ребенка заберут в Украине, останется ребенок? Для меня надо выяснить, есть ли какие-то у отца претензии к этой ситуации. Может он перекрестился и счастлив. Если у вас этот отец является в свидетельстве о рождении ребенок и отец является гражданом Украины, вам, чтобы пересекать границу, нужно было получить его разрешение. Если это разрешение просрочено, отец мог обратиться в органы и установить факт, что вы не вернули ребенка. Нужно сделать следующие вещи. В Украине есть открытый реестр судебных дел, либо через этот реестр, либо воспользоваться услугами адвоката и уточнить, было ли в отношении вас ребенка, либо какие-то иски подавал ваш бывший супруг, ну и отец ребенка. Если этого не было, нужно проверить реестр исполнительных производств, чтобы не оказалось, что у вас есть какие-то обязательства, и вы влетите, но не вылетите. И второй момент, нужно понимать, по какому документу вы будете вылетать обратно. да, то есть полтора года назад я участвовала тоже в законопроекте, он стал законом, и теперь мамам как бы не кричали мужчины и некоторые коллеги мои адвокаты, этот закон есть. Теперь мама, у которой есть задолженность по алиментам, больше четырех месяцев, идет в исполнительную службу, получает справку и в течение 30 дней может находиться за границей. также, если долгов нету, второй путь, если у вас есть решение о том, что ребенок проживает с вами, и это решение вступило в силу, то на границе во время выезда вы показываете это решение, можете выезжать на 30 календарных дней за один раз. Вы летели, 30 дней побыли, вернулись в Украину, побыли в Украине, улетели обратно. Если такого решения судебного нет, есть определенная процедура, по которой вам нужно обратиться в орган опеки и попечительства и получить увольнительную на год. У вас будет документ, по которому у вас будет право в течение одного календарного года выезжать на 30 дней с ребенком. Если вы выезжаете на больший строк, то тогда могут быть проблемы после возврата в Украину. Если отец иностранец, мне кажется, этот случай уже описан, мы уже говорили сегодня о нем в предыдущем видео, посмотрите, если отец иностранец дал разрешение на выезд, но в условный момент мы не вернулись, и мы сегодня в такой ситуации. все хорошо, спите спокойно, поэтому если у вас украинское свидетельство о рождении ребенка, вы записаны мамой, ваш ребенок и отец написанного гражданин Украины, гражданин иностранец, гражданин иностранной страны, вам не нужно от него разрешение на выезд, летите куда хотите и насколько хотите. Нет, Катя, ты не поняла вопрос, это уже другой вопрос, стоимо спросить. Если отец иностранец дал разрешение на выезд, в условный момент мы не вернулись, то есть она уехала например, грубо говоря, из Америки в Украину и осталась здесь. Браки не были, ребенок записан на него и рожден допустим в США, ну не важно в какой другой стране, но она получается ребенка, то есть он может, как мы говорили, объявить ее в киднеппинге, в киднеппинге, поэтому пожалуйста выясните какой закон в той стране и делал ли он тоже через адвокаты, да, наверное, можно? Да, через местного, да. Вот. Так, Ответили, так, уже ответили. По мужу так, просто не буду тут такие, которые эмоциональные. Бывший муж угрожает подать в суд на взыскание денежных средств за ремонт. Бывший, вот это, кстати, тоже история, типа я сниму с тебя деньги за подарки, я сниму с тебя деньги за ремонт, за отдых, я расскажу об этом, что это все на взыскавод. Но я тебе скажу, что в Украине есть несколько прецедентов, когда вам дарили, например, женщине подарили дорогие подарки и уже была помолвка и вот-вот свадьба, свадьба не состоялась, а мужчина просил вернуть дорогие подарки обратно, такое может быть. Поэтому, если вам хотят что-то подарить, пускай вы лучше купите это себе сами, но за деньги вашего благоверного. Действительно, можно взыскать деньги, потраченные за ремонт, но для этого нужно иметь как минимум чеки, которые подтверждают, что конкретно во время вашего брака, то есть покупалось, я не знаю, ламинат, который постелился в вашей квартире, есть определенное фото либо экспертиза. Нету чеков, нету компенсации ремонта. Вот и все. Поэтому... Да не только это надо доказать, там же еще будет, типа уже годы они им пользовались, там же что-то там будет, цена меня... Это такой целый процесс, что это можно просто сойти с ума. Просто на всякий случай храните чеки и все документы у себя. Да, еще тут есть очень важный вопрос, вот это хороший вопрос. Подарки от моих родителей, например, квартира, период брака остаются со мной или при разводе. Это очень важно. Если квартира оформлена по дарственной или даже вам что-то подарили и оформили на это дарственную, дарственную, то это не делится. Нет. Дарственное и завещание. Это два варианта, при котором вам не нужно ничего делить. Вот. Может ли жена претендовать, это уже мужчина спрашивает, наверное, на половину стоимости квартиры? Да. Если она куплена в браке, она может поделить квартиру, а потом вы либо вместе продаете, либо кто-то друг другу компенсирует. Да. Вот еще есть вопрос. На алименты подавала два раза, не платит, принес в суд справку о безработице, присудили минимум 444 гривны. Это где такое минимум? Такое минимум? Уже вам нужно... Да, есть такое... Не платит ли это? Что делать дальше? Смотрите. Судя по всему, у вас алименты полученные несколько лет назад. На данный момент в Украине есть определенный граничный минимум. На детей до 6 лет в районе 900 гривен, на детей от 6 до 18 в районе 1100 гривен. Если у вас в судебном решении написано 400 гривен, вам нужно пойти в суд с иском на увеличение стоимости алиментов, и тогда суд вам поменяет алименты. Можно попробовать, доказать, собрать информацию, где работает отец ребенка, как часто он ездит за границу, какими предметами роскоши он пользуется. Например, у него ничего нет, но он ездит на дорогом автомобиле, каждый месяц летает за границу, живет в дорогой квартире. Да, и смогли доказать. И с хорошим адвокатом можете вы... Да, да, это все можно доказать, абсолютно верно. И там был вопрос по поводу того, что делать не платит. Сейчас, опять-таки, благодаря реформам в сфере семейного законодательства ужесточился закон по невыплате алиментов, поэтому сейчас это все очень четко и так далее. Начните с того, чтобы поехать к исполнителю, либо обратиться к адвокату, либо самостоятельно поехать к исполнителю, когда закончится карантин, разобраться, что есть в материалах дела, обратить внимание, какие запросы, что сделал исполнитель и параллельно подать суд на увеличение алиментов. Надо действовать. Здравствуйте. Есть какой-то курс, который поможет выбраться из такой ситуации? Я не поняла, это вопрос, наверное, ко мне или к Кате больше. Какой-то курс. Если вы говорите про мои онлайны, то, конечно, вы знаете, что самое важное в этой жизни это трансформация. И я всегда рекомендую в любых таких стрессовых ситуациях это, конечно же, разобраться в первую очередь, почему в нее, в эту ситуацию попали. Потому что ту, извините, ситуацию, которую мы имеем, это результат нашего выбора, который мы делали на протяжении длительного времени. И за этим стоит огромное количество, огромный кейс. Это наши взаимоотношения с родителями, наши взаимоотношения с нашими мужчинами, почему мы выбираем таких мужчин, почему мы долгие годы терпим и не защищаем свои права и очень-очень многое другое. У меня есть онлайн, который называется «Отношения для жизни» или «Вместо жизни». Он работает, даст вам вообще ответы на все эти вопросы. Скажу больше, что в клубе «Жить жизнь» вы знаете, что такое клуб «Жить жизнь». Каждая из моих книг персонализирована. С помощью бабочки вы попадаете в закрытый клуб и там есть специальная цена для этого онлайна. Кстати, скажу также о том, что сейчас у нас действует вообще-то акция. Это называется «Отношения для жизни» или «Вместо жизни» это глубинный онлайн, который дает большую проработку именно в таких ситуациях. Если вы хотите разобраться хотя бы в любви, то вы знаете, что до 25 мая у нас сейчас действует акция. Вы можете их приобрести за любую стоимость, какую вы считаете нужным. Онлайн «Любовь» или «Он». «Любовь» или «Ов» «Семь направлений любви». Там есть именно разговор про модель поведения, то есть он такой очень водный, о том, что вообще такое отношение. А глубинная проработка, конечно, об отношениях, это отношения для жизни или «Вместо жизни». Вот то, что я хотела сказать. Ань, а можно я, пока мы заговорили о твоем онлайне, и я тебе уже не единожды говорила, я хочу женщинам очень сильно порекомендовать твой онлайн, потому что я на нем была год назад, когда ты его запустила, и так сложились обстоятельства, что я поехала отдыхать со своими родителями и решила отложить. Прохождение, думаю, поскольку я уже включена в группу, сделаю это потом. Но потом, буквально через три дня на отдыхе, я прошла онлайн, я начала заниматься, я прошла те техники, которые ты давала, срезы программ, и лучший техник я не встречала в жизни. Я не могу передать вам вот девушке... Ну вот что такое самое большое осознанное у тебя происходит? Вот я, мне было страшно заходить в эти срезы программ, потому что это час, и я не особо любитель медитации, вот я могу выдержать твои медитации, но они не длинные, и мне было страшно. Но когда я, находясь на отдыхе с родителями, начала погружаться в этот онлайн, и я увидела, как на глазах у меня меняется тон, отношения, любовь. У меня с тех пор, вот у меня никогда не было в жизни таких классных отношений с родителями. Они всегда были глубокие, любовь, поддержка, но после твоего онлайна у меня упали все преграды. Это что травматика, вот эти внутренние претензии ушли, отношения вышли совершенно в другую. Абсолютно верно. То есть мне казалось, что я проработанная, много читаю, слушаю, но круче этих техник я не встречала. И я очень рекомендую женщинам, девушкам и мужчинам обратить внимание на этот онлайн, потому что он перезапускает связи родителей и дети. Дети, ну то есть мы как родители с нашими людьми. Да, родители и наши дети. Сотрудники. То есть ты настолько глубинно понимаешь все, у меня настолько возникло понимание, гармония внутри и какой-то ну вот такой внутренний дзен, когда ты в покое, в принятии и это очень сильно повлияло на отношения в первую очередь меня и моих родителей. И я даже увидела какие-то, знаешь, вот улучшилось благосостояние, здоровье. Я очень рекомендую твой курс. Я еще хотела отдельно сказать по курсу 21-дневному. Я его проходила в прошлом году и сделала калаш и у меня я заходила на него с целью конкретной. У меня эта цель сбылась, не прошло и два месяца. Хотя для меня эта цель была неподъемная до этого месяца в семь. И в этом году, в начале января, когда китайскому новому году а ты уже с новой группой, кто-то делал новый калаш, я решила перезапускать свой, потому что он мне очень нравится, он у меня стоит перед глазами, я просыпаюсь, смотрю на него, засыпаюсь с ним, я поставила себе новую цель. И я вошла в медитацию запуска калаша, то есть эта цель, для меня это очень большая, ответственная такая цель, которая на десятилетия ты ставишь. и заходя в эти медитации, я понимала, что у меня не хватает ресурсов и финансовых, и временных. И какое было моё удивление, когда я 21 день, каждый день находилась в медитации, и когда всё то, что я загадала, оно сбылось. И я не понимала, почему оно мне хотелось, я настолько в это поверила, что мне хотелось, чтобы это случилось очень быстро. И почему-то вот конец февраля я вроде бы уже нащупала эту цель, всё складывается, вот какой-то последний винтик и не пускает. И в последний день февраля ко мне приходит осознание, что я заказывала в медитации эту цель на март. Это было пятницу, а март начался на выходных, и 3 марта у меня всё случилось. И я рассказываю эту историю, как и другие предыдущие, всем своим друзьям, близким, я очень тебе благодарна, потому что это не то, что ты поверил, что-то придумал и как-то оно произошло. Те техники, которые ты даёшь, они реально спасают жизни, они помогают моим клиенткам, которым я тебя рекомендую. И у меня есть браслет, который меня защищает, у меня два набора книг, которые мигрируют по моим подругам, мамой читала и мои близкие друзья, я считаю, что ты меняешь жизни. Это очень важно и мою службу. прописки и потом чудо, а ты уже везде опоздала. И в этом году я выиграла процесс, где мы возобновили, мы доказали, что моя клиентка не знала, что она была три года в разводе, а это влияет на многое. поэтому, поэтому, если вы находитесь в Украине, есть такой суд корт гов юа, вот на английском языке, либо забивайте в гугле. И я знаю, что во многих странах есть тоже электронные реестры, Великобритания, Армения, ну то есть да, поэтому вы можете самостоятельно, либо с помощью адвоката поставить себе напоминалочку раз в неделю, если у вас обострился конфликт, раз в месяц вы проверяете. Проверять нужно либо все суды, но бывает так, что совпадают фамилия, отчество, вы можете подумать, что с вами разводятся, а потом вчитаться и понять, что это только штраф по ДТП, либо в каком-то другом регионе есть девушка, которая с вами однофамилится. Нужно осмотреть, на развод могут подать по месту вашей регистрации, и если у вас накалилась семейная ситуация, вы проживаете, например, в Киеве, а ваша регистрация, например, во Львове, то обязательно позаботьтесь о том, чтобы контактное лицо либо забирало вашу корреспонденцию, либо поехать, например, если вы в разном районе проживаете, даже в городе Киеве, и зарегистрированы, поедьте на почту, оформите ячейку, абонентский ящик, и получайте информацию о том, какая корреспонденция приходит. То есть, если вы будете смотреть судебный реестр, можно даже в суд звонить, если уже, ну, когда закончится карантин, и проверять почту, то вы точно ничего не пропустите, потому что по законодательству, если вы зарегистрированы условно за одним адресом, то вам суд будет отправлять всю документацию за этим адресом, если вы в своем прошении не попросите об обратном. И последний вопрос, Катюш, к тебе. Можно ли претендовать проживать с ребенком по месту прописки ребенка? Это бред. То есть, владелец квартиры муж, но ребенок прописан там. Может ли мать претендовать на проживание с ребенком по месту прописки? Если это ваша совместная в браке купленная квартира, то да. только через раздел имущества. Тогда вы докажете свое право собственности и как совладелец можете. Если на эту квартиру вы никаким образом не претендуете, то вас могут через суд выселить с этой квартиры, если вы не имеете на нее юридических прав. Либо вы можете в брачном контракте описать эту ситуацию и договориться, что на старте, что если при разводе у вас не будет где жить, вы будете проживать в имуществе супруга или отца ребенка. Хорошо, Катя. У меня, кстати, еще есть последний вопрос. Многие считают, что услуги юриста это очень-очень дорого и поэтому они обращаются за консультацией к хорошим юристам, не нанимают юристов, когда имеют какие-то очень проблемные ситуации, истории. Вот, ради интереса скажи, пожалуйста, сколько стоит твоя консультация, потом я уже расскажу, какой подарок у меня есть для клуба Жить Жить. Я считаю, что женщина всегда теряет больше, если она не знает своих прав и не имеет полную информацию о своей ситуации с уст профессионала, который каждый день работает с семейными конфликтами. Да, действительно, хороший... Не только знать закон, но еще понимать, как этот закон работает реально, в реальном действии. Да, в реальном действии. То есть пройти все. То есть понимание возникает, когда ты прошел 100 кейсов по разводу. Вот я могу сказать с уверенностью, что я все виды судебных исков семейных и переговорных я прошла. И только после сотого процесса у меня открылась картина полностью. Нужно ну как бы на деле, вот как ты правильно сказала, понимать, что происходит, куда бежать, какие вопросы сразу решать, какие иски запускать сразу, какие потом. Да, действительно, не так много у нас адвокатов, которые специализируются только на семейном праве. Но могу сказать, что моя консультация, час консультации стоит 100 долларов. Вот. И это во время нее я могу посмотреть документы, в целом что-то сказать. Понятное дело, что одного часа иногда бывает недостаточно. но для того, чтобы снять страх эта сумма доступна для того, чтобы избежать большой беды и попонять, с чего начинать. Вот. Поэтому не так, Я говорила, специально для клуба Жить Жизнь. Она сейчас сделает ограниченное количество консультаций онлайн по стоимости 1000 гривен. Это получается больше 60-70%. Один час 1000 гривен только бабочек она допускает на эти консультации, поскольку Катя сама в клубе, она будет видеть, кто бабочки, кто нет. Да, поэтому мы оставим под этим видео ссылку на Катю в Facebook. И куда вы можете в Facebook? В Instagram можно себе писать или только в Facebook? Да, в Директ. Можно, я думаю, проще писать в Директ. В Директ, найти письма. В Facebook или в Instagram я сегодня в стори с Катей отмечала, еще отмечу после этого видео. Вот, поэтому вы можете ей написать и попасть к ней на консультацию со скидкой 60-70%. Я просто, просто удивилась, что ее благодарность клубу Жить Жизнь за ее жизненные изменения вот такая огромная. Это здорово. И мне очень радует, что наши бабочки друг друга поддерживают, назовем это так. Обязательно. Особенно в эти тяжелые времена. Катя, спасибо тебе огромное. За этот вечер на целых два часа потратила сегодня на меня, на женщин, на тысячи тысячи женщин, которые посмотрят это видео, ну, поверь, они с благодарностью. Поэтому обязательно, Катя, ставьте лайки на ее странице. Вот. И тебя, я уверена, и бабочки это благодарят 150 раз. Спасибо тебе огромное за твое щедрое сердце. И за самый огромный профессионализм, потому что таких юристов с такими сложными кейсами, которые работает Катя, я знаю, и она удается, ей удается решать эти вопросы. У Кати, а у тебя... у меня мама сегодня увидела ребенка. Такое сложное дело, Аня, я чуть не плакала. Мама в день матери смогла увидеть своего ребенка. Это такое счастье. Всех женщин с Днем Матери, и давайте на этой шикарной ноте закончим. Пусть ваши дети всегда будут с вами, и пусть они всегда вас любят, берегут. В общем, я всех поздравляю с Днем Матери. Спасибо вам огромное, обнимаю всей душой. Да, на связи. Следите за страницей, скоро будут еще разные видео. Берегите себя, всем хорошего вечера.